Друзья, началась третья серия. Посмотрите на этого варвара Сергея Железова, моего сына. Что он сделал? Великолепнейшие вишневые деревья росли вот тут. Это мама. И вот тут они росли. А так как в стране земли для нашего питомника нет, он взял их и уничтожил. Видели? Уничтожил. Хотя я все собирался через на них привить. Но я его понимаю. Идем дальше. Мы, кто не в курсе, мы зашли в питомник Железовых. Когда-то он был мой. Теперь он Сергея и Татьяны, тоже Железовых. Вот. Сейчас мы обойдем. Начинается ветер. Возможно, будет меня плохо слышно. Вот эти деревья уцелели только потому, что их не купили. Смотрите. Вот просто не купили. Вот. В этом году из-за дикой засухи и несколько пылевого питомника не помогло. Видите, нет прироста. Видели? Это дикая засуха. А абрикосы есть прироста. Видели? Почему? Привет, на манджорце. Вот. Снова яблони. Переростов нет. Сейчас я вам покажу, что такое корневые отводки яблонь. И тоже посоветуемся, что вы, а что мы. Вот. Чем обездают? Это обыкновенная масляная краска. Сейчас ко мне Далматов уже вышел. Сейчас придет его особая лакмастикой. Я буду лакмастикой. Отдельный разговор должен быть про ту страшную болезнь, которая поразила, не знаю, как вас, Хакасию. Сколько у нас погибло деревьев? Миллионы яблонь? Да, есть. Одномоментно? Да. Вот. Страшная вещь. Ну, давайте глядеть. Вот эти вот яблони переросли. И Сергей их тоже уничтожил. Так? Считайте, уничтожил. Вот. Почему? Освободить место под следующей посадки. Другого места нет. Кстати, вот этот абрикосовый сад. Вот он так. Ему 25-30 лет. Вот. И это остатки того же питомника. То есть оставались. Потом место занимали, мешали их, вырезали лишнее. И вот остались вот эти. Самые-самые ценные на свете. Смотрите, корневая система. Яблонь. Они все привиты. Привиты на сибирки. Сибирки имеют сдержанный рост. Почему? Все это корневые отводки. Центрального корня нет. Вот. Моростойкости хватает. Сдержанный рост. Вот смотрите, что такое сдержанный рост. Вот это вот, видите? Кстати, знакомьтесь, северный Синап. Сдержанный рост. Если бы на сенце привит, он был бы в разу больше огромный. Вот. А так вот сдержанный рост. Теперь. Минус. Не польешь засуху, всегда не растет. Вот, вы видите? Просто-то не дал. Вот такой. Пять месяцев почти засуха. Так, ну, теперь пойдемте. Остатки нераскупленных абрикосов еще надеются продать. Вот. Жигулевская яблоня. Я наде... Ой, он, наверное, продаст. Надо сказать, чтобы не продавал. Так. Идем дальше. Я называю вот это вот, кочующий питомник. Почему? Самое лучшее. У них раннее плодоношение, видите? Вот. Попробовали. Определили, что качество как минимум не потеряли. И остаются навсегда. Видите, там уже не протяпано. Вот там. И вот эта часть, вот эта, кочущий питомник. То есть, он, питомник, выдавливается. Больше там уже не посадишь. Сейчас я покажу, что такое кочунство. Как мы вынуждены уничтожать часть сада ради того, вот здесь росли те самые жердели, о которых я говорил. Хвалил, да? Вот здесь они росли. Видите, они все выкопаны. А сейчас я покажу, что с этим сталось. Это горькая правда. Это горькая правда. Это я садил, купил в 16-м году. Участок этот, вот этот вот. Но уже подешевле, за полмиллиона. Там, где мы были, тот миллион стоил. Этот за полмиллиона. И вот этот косогор я использовал. Здесь лучшие сорта растут. Королевские и фаины. Вот. На фотографиях, кино, если вы видели, здесь самые чудесные плоды. Косогор – это буквально находка для абрикосов. Меньше выпривания в таких местах. Вот здесь все было заросшее. Но садить было некуда. И в эти денечки Сергей Валерьевич взял в руки лопату и топор. Видели? Это манжурские абрикосы. Те самые, которые меня и прославили. Смотрите. Видели? Вот это вот. Ну-ка, можно подержать? Покажу всем, что такое нет земли для нас. И таких еще несколько. Все это уничтожено. Так, а вы уже как профессионал. С чего-то тут... Это вы из выброшенной взяли. Это из выброшенной взяли. А, это знаете почему? Привет. А халтура, не халтура, он прижился наполовину. И можно было бы растить, и даже бы до вырожая дошел. А что это как бы... А не, вот у них есть такое свойство. Я почему, когда вижу страшные морозобойные, я вижу, как дерево его обтекает, облизывает, продолжает расти вот так вот. Вот смотрите. Вот этот край цел. Достаточно, чтобы продолжало развитие. Да, замедленно. И все равно оно живое. Просто Сергея выбросил, потому что я бы его себе бы оставил. Садить некуда. Вот что. А вы, у вас глаз хороший, профессиональный. Вот. Вот эти вот... Сливы будут за столом привиты. Выкопали, чтобы место под косточки освободить. Вот. А вот уже и косточки насеяны. Самое главное, риз заключается в том, что глубоко сеять нельзя. Они глубоко и пересыхают, могут не взойти, особенно в момент схожести. А вот это для меня самая ценная часть сада получилась случайно. Знаете, что такое случайно? Сказать? Вот эти лучшие в мире деревья, сочетание крупности до 100 грамм и плюс морозостойкость невероятна, вот этот сад получился случайно. Тут их десятка два, да? Здесь у меня академики, фаины. И почему говорю у меня? Сергей не смог продать. Вот не покупает их все. Еще когда они стоили порядка тысячи рублей, то есть две бутылки водки, если не отравленные, он не смог их продать. Теперь я молюсь на них. Посмотрите приросты. Посмотрите, что делается. Вот это вот чудо. И на них уже был урожай, я кино снимал, может видели. Теперь эти приросты самые ценные на всей планете. Вот. почему предпоследняя зима, когда они были помоложе, им 4 года, но предпоследнюю зиму не подмерзло, а здесь же как, если и там, и мы были на том участке, и там, и то пару градусов, там как-то инисей добавляют. А здесь нет, а здесь же на градусах 40. И что вы думаете? Шикарнейшие абрикосы. Ни одной веточки подмерзшие, ни единой, ни единой. Если вы видите здесь вот такие вещи, да, вот такие, это я уже с них черенки и беру, брал. Вот такие, вот. Вот. Они после этого, видите, вот синие пятнышки, они после этого распушаются, и каждая веточка дает 2-3. Вот. И это теперь несколько лет, они будут служить маточными деревьями. Я думаю, господи, какое счастье, что они купили. А речь стояла о том, там, долги, ипотека, все, и каждое это. Вот. Продавали персики, которые должны были составить славу мировой науки. В виде саженца. Представляете? Это у меня опять, получается, исповедь, а не это. А не просто разговор. Вот такие дела. А вот это манджурский абрикос. Здесь был культурный, а он взял и погиб. И вот в таких случаях гены перешли, не перешли. Если смотреть чисто внешне, да, то он явно культурный. Но он еще не плодоносил. А теперь дождемся, когда заплодоносит. А у меня уже есть рекорд. У меня 40-градусный есть манджурский. Сиенцы, Сиенцы. Не привитые. А уже мне прислали фотографии моих, то есть кто вырастил. Уже 50-граммовые. Вот тенденция к увеличению, благодаря тому, что в них внедрены гены культурных. Вот. Вот того интересно. Так, ну что. Давайте здесь закончим. Пойдем, наверное, резать и собирать. Вот этот абрикос низкорослый, само по себе низкорослый. Давайте глядим. У меня, в принципе, низкорослых нет и быть не может. Вы про этот? Да. А, все-таки глаз набитый. Он и абрикос, и не абрикос. Это черный абрикос. Гибрид с аллычой. Вот. И в жизни бы не угадать, что это абрикос, но плоды какие-то особые. И не аллычевые, и не сливовые, и не абрикосовые. Вот. Жаль, не могу угостить, их уже нет. Но для того интересно с ними заниматься. Вот. Цветочных сколько? Да? А? Сколько цветочных? Да, плодов много не будет. Угу? Ну, по пылителям. У него один принцип. Посади рядом пять слив разных сортов и пять абрикосов разных сортов. И тогда только будет нормальный урожай. Это его недостаток. Это Пиратская дума. У нас есть такое предложение. Поколы Путер и Железово людей будут знать. А Путер никто не знает. Когда Железово как раз будут известные поколы. Ой, ладно. Все это грустно. Вот так мы оставляли деревья. То есть питомник питомником. Но постепенно и даже здесь, видите, уже постепенно вокруг уже не посадишь. Вот. уже начинает выживать отсюда Сергея. Вот эти деревья уже достаточно взрослые. Начинает его выживать. Попробуй рядом посади. Тенью забьет. Так, ну что, давайте еще немного пройдемся и пойдем резать. Вот смотрите, сразу можно отличить зимние груши. Да? Еще и не собирается даже желтеть. Вот это зимнее. Вот. Это осеннее. Это знаете, что за чудо? Вот. Один из самых моих любимых. Среднерусская. вкусная, урожайная, суперморозостойкая. Вот такие должны быть. Ведь название среднерусская у нее не случайно. Не случайно. Она действительно среднерусская. Она должна быть для всей Руси. Вот. А помнишь, это, Турсун, вы привозили ко мне молодого человека, который специализировал, был ученым, специализировался по грушам. Помните, что он сказал? А я напомню, вы сейчас помните. Когда мы обошли сад, груши все были в плодах, он сказал, мне интересуют груши, мы ходили только по грушам. Я перечислил память Яковлева, осеннее, Яковлева, лада, воронежская, десертная, это самое, там, гигант, этот самый, нарядный Эфима, листокер. Оказалось, он ученый, не буду говорить про институт, зачем так сказать, трепать. Вот. Он сказал, я таких грушек ничего не знаю. Меня это шокировало. Как можно не знать среднерусскую грушу? Основа грушевых садов, вот она. Среднерусская. так, угостить вас лобом, лобой. Ага. Вон они. Зимние, зимние, никак не хочет до конца упасть. Хоть есть, чем угостить, а то мне уже стыдно, что сад пустой. грушевых садов. Ой, сколько их тут еще. Ведерко полтора еще есть. Руки не доходят, уже всем морду воротит, никто их не хочет это, самое. Пакетика ни у кого нет, собрали бы. И скажите, какой вкус? Я не могу сказать, потому что я уже так наелся, что у меня уже привкус. Сладкие? Вот. Немного от кислинка, но так. А, ну, а кузи мне. Хорошая? Хорошая? На лицо. Так. Есть такая у вас? Так, вы что, это не может быть. Ну-ка, ищите веточку. Быстренько. Быстренько. А, ну, куча их, а, я не смотрю на них. А, что на них смотрят? Сало как сало, что его пробовать-то? Сало как сало. Я веточку для вас ищу. Вот толстенькая, как бы. Нет, это не... Вон, там, дальше, вон. Это не то, это цветочные ветки. Это не то, не для прививки. Нет, это годичная, как бы. Она годичная, она не сразу. Видели на конце уже плодушки. Они не годятся. То, что нам надо, они вот так выглядят. Смотрите. Вот так вот. Вот весь прирост. Вот. 15 сантиметров. Не дала приросту, не поливал ни разу. Но, извините, мой принцип. Помирай или процветай. Никакой середины. Так. Что, пакетика нету ни у кого? Рюкзак вон. Хоть меня будете вспоминать. Так, наверное, я сейчас выключу запись, потому что вы заняты. Меня никто не слушает. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok